Привет, друзья! Сегодня мы будем учиться строить предложение в Past Perfect Continuous. Чтобы образовать утвердительное предложение, мы берем вспомогательный глагол had been плюс основной глагол с окончанием ing. В вопросительной форме мы ставим вспомогательный глагол had перед подлежащим. В отрицательной форме мы используем частицы not после вспомогательного глагола had. Это время употребляется, чтобы описать длительное действие, которое началось до определенного момента в прошлом и продолжалось в тот момент. Дождь шел уже 2 часа, когда они вышли из дома. Также это время употребляется для описания длительного действия, которое началось до определенного момента в прошлом и только что закончилось. Он был уставшим. Он работал с раннего утра. А теперь перейдем к практике. Я был уставшим, когда вернулся домой. Я усердно работал весь день. Мы уже час играли в теннис, когда начался сильный дождь. Вчера я ходил к врачу. Я уже некоторое время неважно себя чувствовал. Наконец подошел автобус. Мы ждали уже 30 минут. Саймон запыхался. Он бежал. Мы были разочарованы, когда нам пришлось отменить наш отпуск. Мы с нетерпением ждали его. Эмма преподавала географию в течение года, когда я с ней познакомился. Дети уже час смотрели телевизор, когда услышали странный шум. Мои друзья чувствовали себя уставшими, так как они сажали деревья в течение нескольких часов. Джон хотел отдохнуть, так как работал весь вечер. Мы были измотаны. Мы шли уже 6 часов. Она сказала, что ее отец строил их загородный дом в течение 10 лет. Она изучала английский язык в течение двух лет, прежде чем переехала в Лондон. Он увидел, что женщина с большим интересом слушала разговор. Майкл был лучшим игроком в нашей команде. Он играл в футбол уже 5 лет. Когда я познакомился со Сьюзан, она проработала на этой фабрике 20 лет. Я сказал ему, что снег шел почти неделю. Он много лет жил в бедности, прежде чем разбогател. Ларри изучал физику до того, как поступил в университет. Они обсуждали эту проблему более двух часов, прежде чем он предложил компромисс. Джеймс ждал 20 минут, прежде чем увидел своего друга, переходящего улицу. На кухне вкусно пахло. Моя мама готовила ужин. Гарри сказал, что коллекционировал марки с детства. Джинсы Тима были грязными, потому что он работал в саду с 6 утра. Я писал электронные письма своим коллегам, когда почувствовал боль в спине. Дэн спал 3 часа, прежде чем мать решила его разбудить. Они разговаривали друг с другом уже 20 минут, когда я их увидел. Боб сказал, что он жарил овощи с 10 утра. Она бегала трусцой с раннего утра, когда упала и повредила ногу. Джек вел машину уже полчаса, когда произошла авария. Джек had been driving the car for half an hour when the accident happened. Джек had been driving the car for half an hour when the accident happened.